узор квадратики вот схема этого узора в общем-то узор очень несложный но выглядит он интересно и для начинающих он с одной стороны в общем-то будет понятно а с другой стороны действительно но не самым таким вот простеньким раппорт этого узора 10 петель я вам покажу буквально на одном рапорте но вот с добавлением еще половинки раппорт набирая 16 петель я набрала цепочку из 16 воздушных петель теперь замечаю вот эту вот шестнадцатую петелечку делают 3 воздушных петли это у нас будет соответствовать первому столбику и начиная 16 петли вяжу 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 и 5 теперь мы подошли к месту где у нас будет повернутый квадратик вяжем столбик с одним накидом пропустив 1 2 2 петли начальной цепочки то есть 3 вяжем столбик с одним накидом делаем 2 воздушных петли и вот под этот столбик вяжем 3 столбика с одним накидом 1 2 2 3 результате у нас получился такой вот как бы повернутый квадратик опять пропускаем 2 петли начальной цепочки начиная с 3 вяжем 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 и 5 то есть если бы полотно было больше дальше нужно было бы связать опять такой повернутый квадратик но поскольку у меня конец ряда я его закончу столбиком с одним накидом то есть это краевой столбик делаю 3 воздушных петли из первый столбик краевой пропускаю а дальше вяжу над каждым столбиком столбик с одним накидом то есть всего их будет опять же 5 3 4 4 и 5 дошла то повернутого квадратика и сделаю 2 воздушных петли и столбик без накида вот под цепочку подъема 2 2 воздушных петли так же 5 5 столбиков с одним накидом 3 4 5 и еще один краевой столбик под петли подъема шесть столбиков только по краям это вот мы связали два ряда следующих двух рядах у нас вот эти вот повернутые квадратики будут располагаться в шахматном порядке то есть вот от плотными участками для этого делаем 3 воздушных петли поворачиваемся и вот над среднем столбиком из пяти краевой столбик мы не считаем на среднем столбике из пяти вяжем столбик с одним накидом и вяжем такой же квадратик то есть 2 воздушных петли и три столбика с одним накидом под вот тот только что связанный столбик с одним накидом перевяжем 2 столбика с одним накидом вот под эти воздушные петли 1 2 1 столбик над столбиком без накида 2 столбика под воздушные петли того у нас так же получилось 5 столбиков с одним накидом теперь вяжем 5 повернутый квадратик 2 столбика отступаю вот на третьем вяжем столбик с одним накидом 2 воздушных петли и 3 столбика с одним накидом вот под только что связанный столбик 2 3 и поскольку у нас тут конец ряда делаем столбик с одним накидом вот под петли подъема еще один ряд нам нужно связать для того чтобы у нас был вертикальный раппорт 5 воздушных петель 4 5 поворачиваемся столбик без накида верхушечку нашего повернутого квадратика 2 воздушных петли но здесь 5 столбиков с одним накидом то есть столбик над столбиком раз два три 4 5 2 воздушных петли столбик с одним накидом под петли подъема вот повернутого квадратика 2 воздушных петли и здесь столбик с одним накидом под петли подъема вот у нас готов вертикальный раппорт следующий ряд мы вяжем точно так же как первый стоит только разницей давайте все-таки покажу если непонятно будет делаем 3 воздушных петли 2 столбика под воздушные петли третий столбик на столбики без накида 2 столбика под воздушные петли и здесь вяжем такой же повернутый квадратик на среднем столбике давайте посмотрим как этот узор выглядит на большом образце вот такой вот узорчик у меня получился этот образец я вязала из довольно тонкого хлопка поэтому он вот такой вот нежный ажурненький с изнанки смотрится почти так же ну может быть чуть чуть и не интересно в общем-то сам узор очень простой но тем не менее как вы видите тут читаются какие-то квадратики прямые квадратики повернутой то есть вот сложные такие фигуры смотрится очень интересно это вот на довольно тонкой пряжи на более толстый на пряжа средней толщины тоже будет неплохо смотреться можно его использовать вот и в прямом и в поперечном направлении он тоже смотрится очень интересно так что вот советую начинать с таких несложных рисунков если вы только начинаете вязать рисунок действительно очень несложный но симпатичный подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые уроки у нас с вами еще много интересных неразобранных схем узоров разных вязальных хитростей удачи вам и легких петелек